Кстати говоря, от белой линейки я затащился от Сюрли Виви, где у нас был купаж Шардоне, Рислинг и Олигаде. Он у меня лежит как золото партии. Я над ним чахну, у меня 2 или 3 бутылки остались. Вот это аристократично. Поехали. Сюрли Виви, купаж трех сортов. Вот такая, я говорю, я бы назвал ее даже по названию интеллектуальная линейка. Интеллектуальная линейка от Фоногории. Возвращение легенды называется, хотел назвать, да, почему? Потому что, еще раз говорю, я Фоногории не употреблял полтора года. Мы же не парфюмерией здесь занимаемся, потому что главное в вине, главное это вкус. И длина еще раз послевкусия. Похрену, как пахнет вино. Похрену. Вот оно, блин, практически не пахнет похрену. Не важно, что же будет, во сколько длительный вкусный рот вина. Дамы и господа, приветствую. У нас сегодня, как всегда, трэш-контент. Точнее, наконец-то, давно его не было. Значит, во-первых, лето продолжается. И хочется вкусняшек. Надеюсь, мы сейчас посмотрим. У нас сегодня новинки от Фоногории. От Фоногории. Посмотрим, насколько это интересно. Особенно, говорю, белые варианты, они актуальны. Страшилка в чем заключается? Как вы знаете, но особенно постоянные зрители нашего канала, уже знают, что я с Фоногории не то, что не дружу. Я Фоногории на данный момент не употреблял уже год или полтора. Притом, несмотря на то, что у меня в погребе хранятся прекрасные образцы. В данном случае, 2018 года. Крюлемонт. Крюлемонт хранится. И вообще, кстати, я ушел от трех виноделий. Значит, я не употребляю, в принципе, сейчас Мэсхака. А, да господи, все крупнейшие. Мэсхака, Абрау, Дюрсо. Я это не употребляю. И Шато Тамань. И, тем не менее, по одной позиции у меня это дело присутствует в погребе. Сейчас расскажу. Значит, из Фоногории у меня... А я просто был, да, раньше фонотел от Крюлемонта. Особенно от 2018 года, как вы знаете, от Удачного. Он у меня лежит, как золото партии. Значит, я над ним чахну. У меня две или три бутылки остались. Но мне интересно, во что он разобьется. И посмотрим, да. Ну, годика три еще полежит. А дальше я попробую его... Что с ним стало. Так, значит, по белым. Значит, что у нас... В чем трэш-контент? Значит, компания Фоногории, вот лично компания Фоногории, обратилась ко мне с предложением продегустировать их новые линейки. В данном случае это новые линейки по красным, Формула-Кью. Мы сейчас отдельно снимем. Не хочу, чтобы рецепторы вмешивались вот в эту дегустацию между белыми и красными. Хочу прочувствовать это все дело досконально. Поэтому отдельно запишу выпуск по красным винам, по линейке Формула-Кью. Второй момент – это у нас белые вина. Соответственно, в такой приятный... В таком бургундском флаконе. Бургундская бутылка такая новая. Такой обновленный дизайн. Достаточно приятный и свежий. Значит, это у нас линейка называется Сюрли. В данном случае это Шардоне стопроцентный Сюрли и Виви. Виви Сюрли. Это купаж. Купаж у нас Шардоне, Ресли Крейски и Олиготе. Значит, в чем фишка? В чем фишка? По поводу названий. По поводу названий. У нас есть выпуски. Оставлю подсылку под видео. И плюс оставлю в качестве заставки по окончании этого видео. Сперемы ссылки на закрытую вечеринку. Не знаю, кто-то из вас наверняка смотрел. На закрытую вечеринку Фоногории была презентация этих линеек. И там красиво Игорь Сердюк и несколько ораторов рассказали про новинки. Включает водка там. Точнее, виноградная водка. Шардоне была. Причем, в данном случае, это был дистиллят. Дистиллят из шардоне, стопроцентного, ароматный, интересный образец. И коньяки там были. Все эти выпуски, три выпуска я заснял. Несмотря на то, что вечеринка закрыта, вы все это увидите, если не видели. И услышите напрямую ораторов. И будете знать, как вообще проходят эти презентации. Просто, чтобы у вас сложилось впечатление. Вот, значит, все это я пробовал. Я там даже комментировал, кое-какие моменты. Дегустационный лист я там тоже заполнил практически на две трети. И вот у меня представления есть. Я их просто уже более досконально, спокойно, в обстановке перепроверю. Соответственно, вот эти три варианта, естественно, они с бочковой выдержкой два месяца. Поэтому я сниму про них отдельно. И их как раз по полной программе, по полной программе аэрирую. Аэрирую по полной программе, чтобы все это дело прочувствовать. И, соответственно, чтобы не смешивать с белым вариантом, это, в общем, будет два выпуска. Ну, ладно, поехали. Значит, чем эта интересная линейка? Она сделана, получается, впервые для фоногории. Ну, естественно, известный традиционный метод, господи, для всего мира известный, это выдержка на тонком дрожжевом осадке. То есть, в отличие от Крюлемонта, это без дерева. Это выдержка, долгая выдержка на дрожжевом осадке. Которая дает свежесть вину, должна давать. И посмотрим длину послевкусия, да? А-ля классический шампанский метод, выдержка на осадке. Значит, в данном случае по аромату, да, мы еще раз говорили, это у нас Купаж, Купаж Шардонеа, Рислинг Рейнский и Олиготеа. В данном случае аромат здесь, ну, практически отсутствует. Практически аромата нет. Нейтральный аромат. Вот здесь, конечно, поэтому интересно соотношение, пропорция. В данном случае ярко выраженный Шардонеа. Он чуть-чуть потемнее по цвету, более насыщенный. Сейчас аромат немножко выветривается. Еще две третий минуты он был явно и активный. Значит, по ощущениям приятный аромат. Есть тон, тон выдержки, я бы даже сказал, тон выдержки. Есть ощущение, наверное, какая-то земляничная нота, земляничная нота. И, может быть, где-то немножко крыжовника. Легкий тон экзотический он был, но сейчас немножко подошел. Но приятный, нежный Шардоне. Не сильно узнается сортовой аромат Шардоне. Аромат. Ну, аромат здесь, в общем, более приятный, более яркий, чем в этом моменте. Как вы видите, у нас все охлаждено, да? Все охлаждено. Вы видите, что температура подачи у нас то, что надо. Ну, поехали, как всегда. Начинаем, значит, с варианта чистого, естественно, потом купаж. Смотрим, насколько это интересно. Да, ценник приятный. Ценник 800 рублей. И вот мы, у нас выпуск был на канале Freytag Media. Или, надеюсь, он на этот момент уже выйдет. У нас был выпуск по Sauvignon Blanc, да? По дорогим там усадьбы Девноморская была, 2500. Галецкий был, Галецкий, Галецкий. И два образца новозеландского Marlboro Rouge, Sauvignon Blanc, да? Из Marlboro, Makuta Bay по 750 рублей и Тако, да? За полторы. Вот давайте, вот я к чему, что линейка уже стоит таких денег. Не то, что серьезных, весомых. От нее за эти деньги мы можем и должны уже что-то ожидать и требовать, да? И вот к вопросу, что взять, например, новозеландца за 850 рублей, да? Или за эти же деньги нашего, да? С Шардоне. Вот давайте посмотрим. Я ценю бланов, мне тяжело, тяжело мне идут, в общем, новозеландцы. Они мне за 850 рублей, ну, как-то уже неинтересно, скорее, так, наверное, да? Я им наелся. Вот. А давайте посмотрим, насколько это интересно. С Шардоне Сюрли. С Шардоне Сюрли. Ну, это интересно. Это интересно. Вот сейчас, кстати, вот интересно. На выпуске, вот на дегустационном, да? На дегустационном, я же пробовал эти две линейки. Надеюсь, что вот мои представления вот об этом сейчас подтвердятся. Я, как вы знаете, я хорошо переношу высокую кислотность, ее люблю и уважаю. И часто разделяю вам в комментариях, какое вино является для меня, в моем представлении, вино является женским, а каким у не секс, например, да? Или мужским. Ну, мужское редко, когда вино все сильно какое-то затониненное, да? Сильно тонинное вино. Вот женская тема, да? Я обычно ее связываю с некой сахаристостью, бывает с излишней, да? В данном случае, в данном случае, этот вариант, да, во-первых, он яркий. Он яркий, он высококислотный, что здорово для лета. По ощущениям, для Шардоне, для Шардоне, у него кислотность завышенная для традиционного Шардоне. По ощущениям, органолептики у Шардоне я не узнаю как таковой, общепринятой Шардоне. Для меня вот это как раз вариант. Ближе, по ощущениям, для меня к высококислотному свиньонблану, даже и к российскому. Ну, послевкусие явно длинное, не длиннейшее, средне-длинное. Нота, вот сейчас оно свежее, хорошее, яркое вино. Вот что именно находится, вот не могу понять. Сейчас крыжовник, сейчас еще раз. Да, на Шардоне не похоже все-таки. Вот сейчас интересно, вот интересно, редко я какие-то вот ассоциации бывают. Вот в данном случае мне почему-то хочется сказать, что это здесь ощущается больше вкус белого винограда. Понимаете, не какую-то ягоду, а винограда. Да, может быть, да, все-таки, да, и крыжовник, где-то крыжовник немножко недозрелый. Хорошая кислотность, летний вариант. Отлично для меня, что там не наблюдается сахар. Не знаю, такое ощущение, что сахара здесь 0,1. Это прям сухое вино. Это отлично, отлично. Да, но на Шардоне, на мой взгляд, не сильно похоже. Я сейчас на секунду удалюсь, я как лошок, как лошок, я забыл, ребят, перебивочку в виде бокальчика воды. Сейчас удалюсь на 3 секунды и вернусь к вам, пардон. Итак, ребят, продолжаем. Я сделал перебивочку водой. Значит, еще раз, значит, возвращаемся. Это зачет, это летний вариант. Это свежий вариант, не очень похожий на Шардоне. Да, в силу, да, немножко завышенной, в смысле, не завышенной, высокой кислотности. Приятный для меня, но немножко не характерный для Шардоне. Отличный летний вариант, 800 рублей стоит. Мне это интереснее все-таки, чем новозеландец, новозеландские в смысле образцы. Мне это ближе. Значит, кстати, радует, есть, я вам рассказывал, пугая все время страшилки, что неудачный был 21-й год вообще для всех, для виноделин Краснодарского края, да. Поэтому, если с белыми надо терпимо, с красными это лучше не рисковать. Вот 22-й год, здорово, что у нас, кстати, ни разу не 21-й. В этих тем более нет. И они, кстати, пропустят эту линейку по 21-м году, что логично. Это у нас 22-й год. 22-й год, мы общались с виноделами краснодарцами, он был тоже не ахти прям классный какой, но он был, естественно, несравнимо лучше, чем 21-й. Поэтому, возможно, может быть, кислотность вызвана условиями. Не знаю, посмотрим. Значит, по моей памяти, вот по поводу рецепторов, я вот еще раз сказал, что я оставлю ссылки по поводу закрытой вечеринки по фанагоре, я оставлю ссылки и конечной заставки. У меня были свежие рецепторы, как вы видели, я на халяву не бросился. Да, халяву я не то чтобы игнорировал, я креветки отложил в сторонку, чтобы мне хватило, конечно. Вот, но я их не стал есть, эти креветки, до дегустации. Я поступил, надеюсь, профессионально. Значит, по ощущениям, возможно, этот вариант, он был для меня почему-то там. А, кстати, даты розлива, вот. Даты розлива, кстати, вероятно, тогда были другие. Да? По образцам, вам говорили, каждая партия отличается друг от друга. Это вот к вопросу, чтобы вы не расстраивались. То есть, кому-то удачный образец попался в магазине, кому-то неудачный. То есть, если будет только неудачный, это не значит, что другая партия этого же года, этого же производителя будет хуже или лучше. То есть, они все разные. Посмотрим. Может быть, там, вот, мне было ощущение, что вот этот сюрли, виви сюрли, а это, еще раз, купаж у нас шарданы, рислинг-рызки и олиготе, был, по ощущениям, завышенным сахаром для меня. Вот сейчас посмотрим, как сейчас. Похож ли он на чистый шарданы или нет? Ну, вот, нос стал немножко поярче. Он стал... Да, вот сейчас, все-таки здесь точно, значит, здесь вот сейчас пошли опять экзотические фрукты. Экзотические фрукты, но не в стиле новозеландцев. Больше немножко ананас, ананас и крыжовник, да. А вот здесь сейчас ощущение именно почему-то какой-то тон выдержки, на мой взгляд. Немножко тон выдержки, чуть-чуть минеральность, а, в принципе, очень-очень ровно. Может, какие-то одуванчики какие-то, знаешь, вот такие полевые. Такой мягкий нос, отторжения никакого нет, он совершенно такой, говорю, да, нейтральный. Ну, посмотрим, будет завышенный сахар здесь для меня или нет. Поехали, значит, сюрли, виви, купаж трех сортов. Хм. Очень интересно. Обалдеть. Обалдеть. Вот интересно, в каком аспекту очень интересно. Ребят, блин, вот чистые рецепторы и там, и там, такая большая разница по ощущениям. Я еще раз посмотрю этот выпуск свой, где мы дегустировали, да, эти линейки. Я прям проговариваю в камеру. Да, ну там, правда, плохо в камеру слышно, но я прям прописал в дегустационном листе, вон лежит этот лист. Я записал, что это было сладковато. Вот сейчас ни разу эти ощущения не похожи на те, вот что интересно. То есть, видите, говорю, ребята, настроение зависит, обстановка, разные партии. Очень интересно. То есть, я сейчас думал, снимаю будет ролик, я уже буду знать, про что говорить. А по факту оказалось совершенно не то. Это сюрприз. Это сюрприз. Значит, вот этот вариант, я сейчас без перебивки попробую еще раз шардоне. Вот этот вариант, да, да, значит, не похож на тот, никакого тут завышенного сахара нет. По ощущениям, даже кислотность воспринимается даже поярче, чем в чистом шардоне. Я заинтригован. Они, похожи они или нет? Нет, разница чувствуется, но не кардинально. Вот не знаю, сколько вот здесь шардоне возможно, может быть, все-таки он идет первым номером. Не знаю пропорций, не стал заморачиваться. Может быть, просто его здесь реально 60%, допустим, 60-30 на 10. А, но здесь вот кислотность, может, еще рислинг дает, как вариант, рислинговая тема. Но рислинг не узнается. Ну-ка еще раз. Блин, интересно, сейчас без перебивки, без перебивки с шардоне, без перебивки с шардоне, даже прям интересно. Ну-ка. Прикольно. Прикольно. Значит, я бы так сказал. Значит, яркие, хорошие образцы, они яркие. Они стоят этих денег. А не стоят этих денег. Это явно не разочарование в бокале, как часто бывает. Значит, сейчас чувствуется забавное ощущение. Значит, чувствуется, что вот этот, сейчас на контрасте, да, этот более кислотный. Вот в данном тираже, вот с данной, сейчас дату, дату прочту выпуска. Вот этот вариант, он, во-первых, надо запускать, на гастрономию проверять. И думаю, что сейчас под пасту с сыром, с пармезанчиком, под макарошки, кстати, сейчас варю, попробую. Он яркий. Для смакования на данный момент здесь все-таки завышенная кислотность. Вот это все-таки не женский вариант. Вот, на мой взгляд, не женский. Кислотность такая, ну, вы видите, у меня по лицу даже заметно. Этот шардоне сразу на контрасте воспринимается явно помягче. Помягче. На грамм сахара здесь больше. Помягче на грамм сахара здесь больше. Хочу сказать, что получается купаж здесь, наверное, удачный, потому что здесь сейчас улавливается, с одной стороны, шардоне. Да, вот стала сейчас ощущаться органолептика реально шардоне. Характерная. Есть уже пошли ноты. Травянистые и тому подобное. Похож на шардоне. Но почему-то есть... А я купажи же не сильно люблю. Но вот есть сейчас ощущение, хотя он на сортовой это нормально, он уже после вот этого интересного купажа, он справится, типа, чуть попроще. Ну, то есть более к стандартному шардоне как таковому, стопроцентному. Слушайте, ну, забавно. Я в шоке. Сейчас включу телек, посмотрю свою реакцию, то, что я сказал по поводу этой линейки, сверли. Почему мне там явно показался сахар выше. Это, блин, забавно. Так, а по поводу дат? По поводу дат? Ну, на всякий случай. Может, просто кто-то любит там свежие яркие вина. Ну, в принципе, как и я, говорю, люблю. Для понимания, значит, у нас вот этот вот кислотный образец, значит, 12,5 алкоголь, дата розлива у нас это вивида, сверлида, все правильно, купаж 0,7, 0,6, 23, а шардоне стопроцентный, 31, 0,5, 23. Вот, ну что, реально, Фанагория можно поздравить. А я как хотел начать ролик, я не помню, как я его начал. Возвращение легенды называется, хотел назвать, да, почему? Потому что, потому что, еще раз говорю, что я Фанагории не употреблял полтора года. В принципе, не было в планах. А, мне, да, вот надо сказать, что у нас есть много выпусков по линейке Автохтон, и там везде Фанагории был зачет, и самый лучший, кстати, Сибирьковый, самый лучший Сибирьковый, а он был на этой презентации, как он называется, виноделы Сомелье, так что ли называлась эта линейка? Да, но не про нее речь, а вот у нас самый лучший из всех Сибирьковых, включая Ведерникова, у нас самый лучший за всю историю Сибирьковый, это был от Фанагории. Вот у меня до сих пор он лежит, он самый яркий, насыщенный, это бомбический был совершенно Сибирьковый, намного интереснее, да, чем Ведерников. Это я к чему? А, что линейка Автохтон меня устраивала практически по всем позициям, но кроме нее, она продается же только в фирменных магазинах, к сожалению. Не дойти, не доехать до этой фанагории, и поэтому я давно ее не употреблял, это именно линейку, а больше фанагории я не брал. Поэтому спасибо, что мне подослали эти образцы, по красным отдельно посмотрим. Я не разочарован, не разочарован за эти деньги, это хорошо. Все, ребят, пока, и до встречи на дегустации, презентации линейки Формула Кью по красным. Прощаюсь, но ненадолго. Дамы и господа, добро пожаловать в царство деканторов. Значит, у нас сегодня максимальный диапазон возможных приблуд, что называется. Сейчас мы про это проговорим. Значит, мы молодцы, мы продолжаем сейчас дегустацию. А вы видите, я сегодня в фанагорийском фирменном поле, фанагорийском поле фирменном, заслужил, имею право. И мы сегодня продолжаем вторую часть дегустации по фанагорийским новинкам. И мы серьезно, максимально сегодня отнеслись. Мы сегодня в Вино аэрировали полноценных полтора часа, целых полтора часа, даже не час. И тем более у нас была не бутылочная аэрация, а самая, что ни на есть, настоящая. Значит, связано с чем? Дело в том, что эта линейка, я оставлю ссылки на презентацию новых линейк от фанагорий, оставлю ссылки под видео и как конечной заставке. Значит, вот это все хозяйство я пробовал. Это важно понять. Значит, если вспоминать дегустацию, которую вы смотрели перед этим 20 минут, по белой линейке сюрли, а сюрли, кстати, забыл сказать в переводе с французского, это тонкий осадок, это выдержка на тонком осадке. Эта линейка мне во время презентации показалась другой. Точнее, я хотел с собой взять дегустационный лист. Я написал о том, что один из образцов был кислотен, и это подтвердилось вот в этом нашем видео, да, с купажом. А второй показался с излишней сахаристостью. Так вот, в моей, получается, дегустации, которая здесь представлена, они оказались оба кислотными. То есть, интересно, я вроде внимательно слушал рецепторы, у меня на вечеринке были максимально чистые, но была разница, получается, презентационная и дегустационная. Такое бывает, это зависит в том числе и от партии, например, тиража бывает, я говорю, еще от настроения, может, кто-то отвлек, масса разных факторов. Значит, поэтому мы, во-первых, аэрировали, во-вторых, всю эту линейку я дома попробовал, спасибо Фоногории, которая не... Да, но я сказал, что это подарки от Фоногории, она прислала на тест-драйв, что называется, линейку свою, прислала, спасибо большое, в двух экземплярах, поэтому я предварительно дома по этим делам еще раз прошелся, составил мнение, и поэтому у нас сегодня английские бокалы, английские бокалы мои любимые, формы типа бордо, а на самом деле близко к бургундии, такие универсальные, я их использую как скорую помощь в экстренных случаях, когда надо прочувствовать кое-какие моменты, то есть местами это бургундская, усиливающий аромат, в том числе и остроту восприятия по вкусу, они дают процентов на 20. Вот, значит, почему я это взял, потому что эта линейка Q, она, на мой взгляд, более легковесная, чем... Ну, Крюлемонт, он более низкой ценовой категории, это более легковесная по отношению к 100 оттенкам, она более тонкая, она более утонченная, вот я так ее расценил, поэтому и соответствующий подход у нас к бокалам. Значит, тут у нас три варианта, значит, разница по цветам, чтобы сразу могли определить в бутике или в магазине, значит, золотая каемочка вот такая, медно-медного, точнее, больше цвета, говорит о том, что выдержка здесь 12 месяцев, от 12 месяцев минимум. Вот этот вариант, это выдержка 24 месяца, да, двухлетняя. Значит, у нас это Сакра, Сакра, Сапирабик, Красностоп, что называется в переводе, и связующая буква Q. Это у нас формула Q. Как вы видите, внизу прописано 4... Ну, не то чтобы это извращение, какая-то логика, наверное, была, но собрали винограды, виноград 4-х годов, соответственно, как бордовский купаж, Каберне-Савиньон, Мерло, и Сапирави, и Красностоп. 4 совершенно разных года. Оригинально, ну, по задумке, может, это творчество, творчество это всегда прекрасно. И у нас это Альта-Кортес, да? Вот, Альта-Кортес, да, Альта-Кортес, это у нас двухлетняя выдержка в дубе, и в данном случае это Сапирави и Каберне-Савиньон, два сорта, Сапирави, Каберне-Савиньон. То есть, большое количество, что называется, автоктонов. В общем, совершенно интересные, разные миксы. Они отличаются не из одной бочки. Я вам говорил, что, почему я удивился, когда мне обратилась Фоногория, я удивился, потому что я, как вы знаете, ну, знают наши подписчики нашего канала, кстати говоря, если подписываетесь, это очень важно, нажимайте обязательно колокольчик, а главное, нажимайте его колокольчик с двумя боковыми скобочками, тогда вам будут приходить и основные видео, и, соответственно, и шорты. Вы будете все видеть, что происходит на канале. Обычный, обычный колокольчик ничего не дает, поэтому многие и не видят наших видео. Вот, я бы удивился, да, что я часто говорю, что я не то, что, я просто ушел от Фоногории, хотя я ушел, как вы знаете, и Массандру не пью, а Гайкодзор я не пью, с Масхака не дружу, и кто у нас там Абрау Дюрсу тоже. То есть, я от всех наших крупных линейок ушел. Вот, поэтому в Фоногории у меня последних зачетно, это была Собер Сапер Ави Каберне Савиньон, восемнадцатый год, он еще здесь лежит, я его люблю, я его храню, но больше, я просто, я не возвращался. Не возвращался, потому что линейка Крюлемонт для меня давала какой-то характерный тон. Мне кто-то сказал, что это кавказская тема, кавказский дуб, но вот Игорь Сердюк, не даст соврать, я у него замучивал этим вопросом дурацким, он мне 15 раз повторял, но мне было важно уяснить, что в данном случае здесь дуб французский, может, американский, но не кавказский. Поэтому не знаю, почему все-таки Крюлемонт, вся линейка, и Каберне Савиньон, и Мерло, и Красностоп, все, что мы пробовали по красным, она для меня дает достаточно характерную ароматику, для меня не сильно понятную, специфическую, так вот этого аромата здесь нет, что интересно. Так, ну что, расставили, расставили почему? Потому что первый вариант это два сорта, здесь купаж сипаж четырех сортов, здесь тоже два сорта, но с большей выдержкой. Так, значит, ну здесь плохое вам для вас освещение, скажем, самый насыщенный, самый черный, прям чернее ночи, термоядерный свет, ну в принципе, он и должен быть таковым, по идее, да, если сапирави и красностоп, два самых темных у нас сорта винограда, он таковой, есть вообще непроницаемый и просто. Эти приблизительно одинаковые, здесь рубинчик такой, с легкой прозрачностью, здесь немножко, тонн выдержки борщевой, что называется, кирпичная. Так, ну что, поехали. Значит, у меня есть сейчас в голове представление с моих домашних дегустаций по поводу этой линейки, но сейчас будем проверять, насколько угадал и не угадал, насколько это интересно, насколько это стоит этих денег. так, поехали. Значит, сапирави 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 раз на стоп. Да, носы разные, аромат разный. Значит, вот это, скажем так, наверное, классический, в том числе, для выдержанного сапирави, похожий аромат, вот у меня тоже хранится, я с шатотамань тоже не дружу, не сильно дружу, не дружу, сапирави 2018 года, я взял большую, потому что там была удачная партия по выдержанному сапирави, вот характерный аромат выдержанного сапирави, ну, похоже, с элементами красностопа, да, такой хороший нос, чуть-чуть животный тон, ну, тон дерева по минимуму. Здесь какая-то красная ягода, аромат немножко ниже среднего, легкий пыльный нос, здесь, наверное, такой же приблизительной интенсивности, может быть, немножко аромат выдержки в дерево, и немножко на фоне сапирави 50 на 50 каберне-савиньон пробивается по аромату, да, значит, что удивило, немножко удивило, да, на мой взгляд, значит, линейки, понятно, похожи по буквы Q, здесь вот это, вот это, вот это, Alta Carthus и Formula Q, такое впечатление, что это один дизайнер рисовал, очень стильный дизайн, дорогой, четкий, с черными буквами, с мелкими, золотыми, а вот почему-то вот этот и слово сенной, и красная стоп и сапирави какой-то алиповатый, на мой взгляд, такое впечатление, что это другой дизайнер работал, вот, что это два разных человека, один вот этот создавал, а этот третий, на мой взгляд, почему-то отличается эта линейка, не то, что диссонирует, второе тоже удивление, значит, учитывая, что пробки, ну, диамовская, понятно, пробка, но будем считать, что это премиум сегмент, видно, стоит двушку, 2500, насколько мне донесли, обычно диамовская пробка, прессованная, ну, просто тоже, потому что, та же самая усадьба, дивноморская за 2500 имеет натуральную пробку, даже гайк-отзор, гайк-отзор, который обычно стоит, там, условно, 700 рублей, такой ценник 800 рублей, он по определению имеет, корковый, и вот азербайджанский вин, у нас на канале есть, то же самое, непонятно, почему и зачем, в этом смысле сэкономили, тем более, как говорили, вина рассчитана на долгую выдержку, на долгосрочную, долговременную, вот в этом варианте, да, точно, это я могу, есть потенциал, это есть ощутимо, тогда страшится, почему для развития вина не взяли натуралку, но посмотрим. Так, ну, поехали, поехали, имея представление, ну, давай, сакра, саперави, красностоп, как, Среднее тело, по ощущениям, бархатный тонин, бархатный тонин, присущий в том числе и Красностопу Золотовскому, значит, год 20-й, дата розлива 11-11-22 год. Вино, конечно, уже лежала, была бутылочная выдержка и структурирование, учитывая 2020-22 год, год выдержки. Значит, вино, в принципе, свежее, свежая, хорошая кислотность. Видно, что такой бархатистый тонин, но нечто среднее, да, между Сапирави и Красностопом, пропорцию не знаю. Сейчас такое по ощущению в кислотность отдает, в хорошую, по высшей планке. Еще разочек. Вот сейчас нормально. Я почему задумался? Потому что вот у меня буквально позавчера пробовал вот этот вариант. Он мне показался, опять, все было чисто, но он мне показался слегка водянистым, с коротким послевкусием. А сейчас в этом смысле все нормально. Послевкусие средне-длинное, такое кислотное, но в целом, то ли ему нужно еще лежать и отлеживаться, вот, то ли, то ли, то ли, то ли, то ли, хотя вот мы говорим, что, да, и вот в этом варианте, что важно, 4 сорта винограда, 17, 18, 19, 20, да, за исключением, за исключением 21, а 21 был, как известно, да, самый плохой, но в Краснодарском крае, 22 тоже не сильно удачный, а это 20 у нас, да. Вот, есть, да, ощущение, что потенциал к выдержке есть, можно его положить и, там, года три к нему подойти, и пусть он себе отлеживается, и ничего с ним не будет, и разовет, станет более интересным. Но пока, по ощущениям, он просто, на мой взгляд, не стоит этого ценника, двушки он не стоит. Так, поэтому надо лежать, смотреть дальше за развитием. Так, формула Q, я ее пробовал буквально-таки вчера. Вот этот я пробовал первый. Так, ну, нос не развился. Так, вот этот, да, наверное, конечно, самый благородный, кожистый, да, деревянный тон, какой-то кизил, не чернослив, наверное, какая-то завяленная черешня, может, какая-то такая сильная. Так, этот, да, этот просто какой-то больше, больше какая-то ягода. Ну, да, чуть такой, чуть пыльно-землистый нос. Ну, поехали. С легкими борщевыми оттенками выдержки. Формула Q, да, значит, 4 сорта винограда. Я вам говорю, что, в принципе, купажи я, ну, не то, что я, ну, да, будем считать, что я их не очень не люблю, просто не сильно приветствую. Потому что мне моносорт, когда он качественный, намного интересней. В данном случае он достаточно яркий. Он посложнее, по-многограннее, чем вот этот вариант. Но кислотность у него сейчас повыше. Хотя года были хорошие, включая 18-й. Вино тонкое, тонкое. Вот этот ближе в стиль. Тон выдержки. Сейчас дерево стал появляться. А вот этот все-таки какой-то больше, несмотря на большую выдержку, почему-то он все время идет в ягоду, как бы в чистую. Ну, и такое ощущение, что как будто нейтральные емкости, что это не, да, что не бочковая выдержка в этом здорово. То есть, явно не затониненный и не задубленный вариант. Интересный. Интересный. Конечно, интересно. Вот вообще из разных бокалов. Сейчас, может быть, наверху возьму бордовский чистый бокал. Посмотрю. Но с Pinot Noir чистый не буду брать. Нет, они, ладно, они такие все-таки с выдержкой. Наверное, Pinot Noir чистый бокал здесь не нужен. Так, ну ладно, этот посложнее. Так, ну еще разочек. Так. Вот, да, в общем, по поводу купажей. Вот хорошая высокая кислотность, хорошая кислотность, высокая. Как вы видите по моему лицу. Вот он, блин, он такой интересный. Не разобрать, что здесь есть. Понимаешь, вот когда 4 сорта, вот не могу сказать, вообще практически не дать никакой характеристики. Он непонятный и не травянистый он, и зеленуха. Какой-то, кто-то сказал, что очень сложный, сложный, многогранный, да, вкус и аромат. Нет. Просто чувствую, что он не простой. Вот под соленый сыр он сейчас, наверное, не пойдет. Думаю точно. Вот, говорю, нейтральный для начала бы, для начала. И проверить на гастрономию. Кстати говоря, от белой линейки я затащился. Затащился я от Сюрли Виви, да, где у нас был купаж Шардоне, Рислинг и Олигаде. Я в итоге, да, он, как я предположил, классно пошел под пасту с макаронами. С чем я еще потом его сочетал? Отлично. Обязательно дать подышать, потому что они насадки. Вот как раз их можно и нужно аэрировать минут 20 точно на холоде, что называется, чтобы вино не грелось. Удачный вариант. Да, в итоге, значит, по белым я, может, не докладывал, Шардоне в итоге с аэрацией, но не совсем характерно Шардоне. Ближе он так к савиньону, ладно, его остался по характеристикам. Но он такое чувствует, что он такой моносортовой. Приобрел, да, некий органолептику Шардоне. Но по яркости и по интересности купаж мне понравился больше. Вот дан случай, когда вот, при том, что купажей я особо не люблю. Вот он был интересный. По белым винам отлично, 800 рублей свои стоит точно железно. Так, блин, очень тонкая линейка. Она сложная какая-то, понимаешь, она какая-то, блин, интеллектуальная. Вот интеллектуальная. И вот я сразу это прочувствовал еще на презентации. И вот пытался ее понять. А, да, вот этот вариант Сакра, значит, что он мне вчера, он меня, что, неудивил, да? Значит, есть, вот здесь такое ощущение было, вот, допустим, по цвету, когда я наливал такой мутноватый цвет, при том, что было ощущение, но его сейчас, его нет такого, да, что было ощущение чуть легкой водянистости, но было ощущение, что вино или малофильтрованное, или нефильтрованное. Вот что интересно. Оно было живое, оно было такое ощущение посленовых нот, а сейчас их здесь меньше. Вот я говорю, видите, разница. Но это почти всех производителей бутылка на бутылку не похоже. Вот он мне напомнил, я вам обещал, будет выпуск по Каберне-Совиньону, в том числе Валерий Захарин. У нас есть в больших магнумах, вот, я чувствую, что он скоро подумрет. Он просто не предназначен для такой выдержки, хотя и магнум. Вот, посленовые ноты, и вот такой чистый а-ля натурель вкус, соответственно, в стальных емкостях. Ощущение. Вот вчера Сакра мне этим понравилась, с какой-то вот этой естественностью, да? Сегодня она имеет, как бы, с одной стороны, она поменялась, она не имеет водянистости, но ушел тот момент. Поэтому настолько все разное, по-разному это вообще, конечно, ребят. Так, ну что, Альта-Кортес, да? Правильно я же, блин, говорю? Видите, я этикетки обычно не читаю, потому что мне всегда интересно Альта-Кортес. Да, ну да-да-да-да-да-да. Вот, значит, в данном случае вот в этом, мы говорим, 4 сорта винограда. 16, 11, 22, свежаки, все разлито. А вот этот прям совсем, с пылу и жару, 15-06, 23-й год. 15-06, 23-й год, блин, обалдеть. 20-й, соответственно, урожай. Ну вот этот, да, вот видите, ему, ну это сейчас, кстати, проверим, да, но просто рано, вином рано, им надо лежать, лежать, лежать. И вот сейчас скажу, вот этот вариант, вот, кстати, да, этот вариант, который я вчера, значит, пробовал, он, знаете, мне предположил, он дает такое ощущение, что он через пару лет превратится, знаете, во что? Там такая нота есть, такая интересная, хорошая, он похож, где-то, а вот у меня, у меня еще есть мильстрим, мильстрим Каберне-Савиньон, кажется, 19-го года. Вот он очень сильно изменился, вот прям я впервые заметил, как выдержка, а вот у меня многие вина, вот от Сбербаш, есть от Сбербаш и усадьбы Маркотх, они такие, явно очень кислотные на данный момент, они прямо такие, они отесанные, грубые, они вот сейчас лежат, то есть я уверен, что им лежать можно долго, потому что потенциал есть, но пить их сейчас, ну, прямо, правда, не сильно интересно, вот прям кислота такая идет. И вот этот вариант по потенциалу похож на Каберне-Савиньон до мильстрима, который через два года может превратиться в нечто такое сладко-тягучую, приятную штуковину. Вот я там почувствовал вот этот вот момент, да, что реально надо лежать, и вот скорее, возможно, он превратится во что-то такое более интересное, чем на данный момент, я бы так вот сказал бы, понимаете. Да, и, кстати, вот как народ говорит, а как вот ты в погреб чего закладываешь? Ну, я и говорю, что, да, принцип один, что есть какие-то более-менее вины такие, ну, вот у нас был выпуск за 360 рублей, да, от анамских вин, да, но видно, что вино достаточно простое, оно просто за эти деньги, оно классное, можно и смаковать, и можно есть, просто именно понимание цены. А есть понимание, да, что, ну, куплен не совсем там задешево, но вот есть моща, но она неотесанная, но просто зачем его сейчас употреблять? Вот смело какие-то образцы вот с явной выдержкой или с большим спиртом, вот и итальянцы, по 16 градусов и с высокой кислотностью, как он там у нас называется-то, ну, не суть, в общем, с Сицилией, да, вот они пусть лежат и лежат, им только на улучшение все дело пойдет. Так, ну что, альтекортес, свежак, аж 20 июнь 23 года розлив. Розлив. Походу, вот он к этой презентации вообще и ехал, и еле-еле успел. Ну, поехали, значит, Кабернеса Виньон с операми. Да, ну, вот этот классный образец. Вот у меня в предыдущей бутылке был, ну, такая, чуть попроще, но вот этот, блин, явно на голову выше, это, вот это уже стоит этого ценника, да. Да. Он уже такой, нет, не полноцелый, он, конечно, среднее тело у него, но он такой, явно уже округлый. Вот ближе к характеристикам, как мы говорим, по Гран-Крю, да, когда идет совершенно многообразие. Интересная сласинка с горчинкой, с легкой, с пикантной. Сейчас что-то хотел, какая-то нота, прям очень интересная нота. Вот клюквенная брусничная, завяленная. Ощущение каких-то, конечно, херестных нот. Особенно дистанционно, даже по аромату. Вот это аристократично. Это аристократично. И свежо, и кислотно. Но очень тонко, блин, ребята. Вот я из-за него как раз взял вот этот бокал. Из-за него бокал взял, взял, да, потому что он требует смакования и вдумчивости. Вдумчивости. А, кстати, тут, блин, я тут заболтался, конечно, но опять преданные поклонники, наверное, остались. У нас, у меня же была поездка в Азербайджан, как вы знаете, да, по двум винодельням. Саваланы, Генжа, Шараб. И там передаю привет, кстати, Эльбрус. Если вы меня смотрите, то вам большой привет. Так вот, Эльбрус у нас есть короткий шорт, но оставлю ссылку под видео, где с Цепеликом, да, с Владимиром мы передаем привет Эльбрусу. Так вот, очень интересная штука. А что, Эльбрус? Слушай, вот сейчас грибная нота пошла. Да, вот грибная нота. Вот эти очень интересные. Вот такие сполохи сейчас прям очень интересные. Вот, меня как бы это удивило, а с другой стороны, блин, это тоже, во-первых, имеет место быть, а с другой стороны, может, во многом что-то объясняет более доступно. Так вот, Эльбрус является представителем Азербайджана на этих собележных всяких конкурсах дегустационных, ну, типа Продекспо, там, Декантер и тому подобное. Да, вот сейчас, да, вот сейчас пошло явно в сласинку. Нет вот этой кислотности такой прям высокой, лишней. Ну, чуть излишней. Может, даже уже какая-то завяленная клубника. Вот этот зачет. Да, вот этот как бы стопроцентный зачет, даже сомнений нет. А вот этот сейчас, конечно, после сладковатого, сейчас еще раз прикоснусь. Так вот, меня что удивило, что Эльбрус, как-то так для него это спокойно явно, я не знаю, как в этой среде так делаются, может, это часто употребляется, но очень интересная штука, она мне, ну, этот видео выйдет после этого видео, потом про Азербайджан, про дегустацию. Там очень классные вины были, конечно, за 900 рублей, это бомба. Меня удивило, мне непривычно было, насколько Эльбрус легко жонглирует понятиями, точнее, наоборот, он максимально это упрощает, может быть, блин, так и надо, но это для меня как бы не то, что примитивно. С другой стороны, я тоже, знаете, я не люблю рассказывать про лютики-фиалки, что здесь 15 миллионов ароматов. Ну, какие 15 миллионов, конечно, там какой, дай бог вообще что-то там нащупать, понимаешь? Мы же не парфюмерией здесь занимаемся, потому что главное в вине, главное это вкус и длина еще раз послевкусия. Похрену, как пахнет вино. Похрену. Вот оно, блин, практически не пахнет похрену. Не важно, что же будет, насколько длительный вкусный рот вина. Так вот, Эльбрус так поставил вопрос. Когда, например, я чувствовал, я им говорю, чувствую, что какой-то мягкий, мягкий, там, ненавязчивый, не то, что аккуратный, а именно такой деликатный аромат и очень тонкий вкус, да? Он говорит, так это, говорит, стиль бургундия. Бургундия стиль. Говорю, хорошо, а когда какой-то там тонинчик повеселее, так это бордо стиль. Знаешь, как интересно получается? Ну да, а вот, ну, ну так вот, если вдуматься, так получается, да, когда что-то в стиле пино-нуаров, пино-нуаров, когда это тонкая тема, когда надо сидеть, и опять, без всякой еды, какая еда там, любая, как мы говорим же, колбаса, жир, все это забивает рецептор, ты уже никогда не какой-то салат, тем более не рукола там, не острая, не перебивает эти ощущения, нельзя их с едой, нельзя их с едой. Их можно, вот уже, ладно, уже это понял, это вино-то уже посмаковал полбутылки, ну ладно, потом экспериментируй с закуской, но никак раньше этого кушать нельзя, даже что не поймешь эти вина. Поэтому получается, тонкий вина можно вать в бургундском стиле, например, да, какие-то более там тонинные, тяжелые в бордоском, но забавно, забавно, не знаю, буду ли я так делать, но возможно, может, для народа сразу станет ясно, что мы хотим до него донести. Ну ладно, после выдержки, после сладковатого варианта еще раз пробуем, такой неоднозначный, совершенно такой вариант интересный, для меня это как бы классика, я фанат красностопа, почему-то кто-то его ругает, за что его ругать, он максимально классный, по всем вообще показателям, если он качественно, особенно у микровиноделов, у гаражников, всем гаражникам привет. Спасибо за то, что вы делаете вкусняшки всякие натуральные. Так, ну да, цвет тежни и ночи, да, но все-таки больше соперавистый, чем золотовский, но такой вот животный тон. Здесь он стал поярче, да, здесь вот больше сластинка, они сейчас чуть-чуть похожи, вот это с легким элементом сластинки. Так, ну что, последний, значит, Сакра, Соперави, красностоп фоногорийский. А, да, мы сказали, что мы сегодня имеем полное право на что? На фоногорийское полу, да, отражает суть нашей сегодняшней дегустации, да, мы сегодня фоногорийцы. Так, поехали. Блин, ну, сейчас вторую попробую. Так, значит, интересно, интересно, да, после варианта со сластинкой, ну, естественно, с сухи вина, это понятно. Значит, как ни странно, вообще никакой ни душераздирающей кислотности нет, он, наоборот, смягчился. Опять же, он стал более бархатный, то ли вот дополнительная рация еще в бокале подействовала, тем более, видишь, мы наливаем, а, многие спрашивают, а как вы наливаете? То есть, в теории я оценю и считаю, что на конкурсы, когда жалко халявщикам раздавать, ну, как на продуэкспо, там, наливать халявщикам, я извиняюсь, даже алкоголикам, часто посетителям раздавать эти всякие вина, достаточно одного глотка, боже, можно налить, ну, вот прям реально, сколько там, 10-20 грамм, раз для дегустации. В принципе, правильным является это наливать, вообще, с точки зрения аэрации, по самая широкая часть бокала, да, чтобы площадь, площадь аэрации, площадь соприкосновения, да, с воздухом была максимальной. То есть, вот это у нас правильное, что называется, налить. То есть, вот это не дает никакого смысла эти досуды, да, площадь меньше, чем вот здесь. И плюс сразу, вот у меня, чем больше, чуть стоит, чуть больше налить, у меня сразу ощущение спиртуозности во всех винах, мне неприятно их пить, глотать и все. То есть, я всегда вот наливаю столько, там, домашних, допиваю, и снова столевая столько же. Никогда вот столько неприятно. Так, значит, что я сказал? Да, танин. Танин более мягкий, более бархатистый, сейчас более плотный, и сейчас ближе даже к полнотелому. Но поинтереснее. Вот будем считать, что развился. давай сейчас средний экземпляр, последний разочек, последняя ходка. Да, все-таки есть ощущение какой-то вот более тонкой темы вот у этой линейки Q, чем, ну, я говорю, Крюлемонт, ну, хотя тоже годовая там выдержка все-таки, и не самая последняя линейка. Вот, 100 оттенков, вот один раз я 100 оттенков, кстати, пил, вот только в Саперави, у нас, оставлю ссылку внизу, с Саперави, да, вот Каберна Свинен, например, не пробовал. Вот, поэтому не могу сегодня сказать по поводу 100 оттенков, просто потому что, вот, да, условно не употреблял, кроме одного раза, уже типа не помню. Так, ну, что, средний. Ну, такая я говорю, вот я бы назвал ее даже по названию интеллектуальная линейка. Интеллектуальная линейка от Фоногореи. Так, а у нас это Альта Кортус, нет, Альта Кортус это вот это, а это у нас, блин, склероз, ну, что это такое? А, Формула Кью, да, Формула Кью, да, 4, значит, 4 сорта, 4 сорта разных годов, принципиально важно. Да, и вот борщевой тон, такой рыжей выдержки. Какие-то легкие ликерные ноты. Блин, а этот опять пахнет ягодой чисто. Почему же такое, писать, что вот интересно, не какой-то термоядерной выдержкой, а прям интересный, обманчивый, обманчивый такой, обманчивый такой нос, прям даже забавным, прикольно. Формула Кью. Странно. И здесь тоже ушла кислотность, ушла кислотность, блин, появилась ластинка, что интересно. Блин, вот он сейчас немножко более прозрачный, по ощущению, чем вот этот экземпляр. Есть какие-то точки соприкосновения, но он, такое ощущение, что может просто типа слегка попроще, чем вот этот вот экземпляр. Что-то как никогда у нас сегодня затянулась дегустация, потому что вы знаете, что я обычно один раз попробовал, вперед, да? А здесь как раз наоборот была аэрация, вроде длительная, можно было раз-два закончить за пять минут, Но почему-то, но почему-то, почему-то, это все хозяйство развилось, и даже еще раз с этим закончим, но это интересно, то ли эволюция. Но я вам говорю, что вообще, вот, кстати, все, вот эти байки про то, что можно продегустировать за раз и тысячу, вы знаете, специалисты, которые рассказывают, что можно продегустировать и тысячу образцов, и полторы тысячи за раз. Да бля, можно продегустировать и пять тысяч образцов за раз, можно. Но, качество твоей дегустации потому что я даже мне приходилось, мне и 20 образцов приходилось, просто больше нормально, ну, если на этих конкурсах их может стоять большое количество как вот декантор, да, мы говорили про азербайджанские вина, что на конкурсе деканция 20 тысяч образцов выставляет, 20 тысяч, ты волей-неволей будешь это делать, но я прям уверен, что какой там к середине то есть сидят уже с завязшими ртами эти дегустаторы, помоев опились или классных вин, у них во рту уже соображалка дело не в алкоголе, не в опьянении, что они там сплевывают и не глотают, что их там будут на носилках уносить, если они будут глотать, настолько замыливаются рецепторы, а ведь не секрет, что многие красные вина, как я говорю, имеют с выдержкой характерный, достаточно однобокий тон, часто вот живого мяса, то есть сырого мяса, животный тон деревянный тон, плюс-минус крутится все вокруг какой-то плюс-минус истории, понимаете, даже сорта винограда, условно, там пиранили, ты по чесноку не отличишь от каберна-савиньона с выдержкой, такая вот есть проблема, но поэтому, что тысяча экзема, ну, 20 тысяч, в конце это превращается, к сожалению, в такую рутинную работу, я думаю, даже малоприятная, после этого вообще вина пить не хочется, я прям уверен вот такие вот вам сегодня откровения выдал, так, ну что, последний раз Альда-Кортес, да, Каберне-Савиньон-Сапирали, два года выдержки бочковой да, самый благородный нос, хороший да, в итоге, значит, резюмирую, да, в итоге, конечно, вот он все-таки самый в сласинку, при том, что вот эта кислотность у этих ушла, сласинка пришла, такой баланс появился, этот самый сладковатый, можно прям, ну, грубо говоря, не то, чтобы женский вариант, но женщинам предлагать смело, никакой тут танины дубных вообще не отпугнет, несмотря на два года выдержки, сваливается в какой-то все-таки, да, скорее, на все-таки в клубнику в какую-то, вот, не то, что средней завяренности, ну, видно, что, да, видно, вот все-таки, ну, насколько, насколько я понимаю, я говорю, точно ценника, не знаю, но предполагаю, что, еще раз, по расцветкам, вот эти, наверное, двушка, это есть 2500, что это квинтэссенция, кстати, квинтэссенция здесь, а, ну, так и написано, да, что это квинтэссенция, просто, да, вы знаете, по Масхако, это как бы уже Масхако забил с собой название квинтэссенция, что это квинтэссенция, в принципе, развитие вот этой линейки, скажем так, да, то есть, это топ, топ, да, по этой линейке, ну, что, в целом, значит, я скажу так, значит, фоногоре, привет, значит, с возвращением, и рад тебя видеть, будем считать, что, да, я давно ее, ну, просто, просто, потому что руки не доходили, как до многих виноделин, значит, в принципе, я не разочарован, по белой линейке, я вообще заточился, да, с Сюрли Ви Ви, она меня впечатлила, вот, свежестью и своей минеральностью, и за это ценник, это, конечно, абсолютно соответствующий ценник, это точно, только не забывать охлаждать, вот, но в целом, да, и вообще спасибо фоногоре за то, что меня выбрали, доверили вот это все хозяйство, а я сейчас, значит, пойду наверх, пойду смаковать и пойду запускать, а у нас что сегодня мясное, а, баранину я какую-то там сегодня купил, сейчас попробую запечь, я никогда в духовке не делал, и попробую все это хозяйство запустить, ну, и в аннотации под видео, надеюсь, соответственно, это дело пропишу. Все, пока, спасибо за внимание, извините, что вас задержал у экранов мониторов так надолго, пока, ребята.